В 2014 году, как у нас прошел референдум, в тот же вечер, по-моему, уже 8 мая, насколько я помню, был референдум. Приехали батальеи Айдар. Начали у нас, поначалу ничего, потом начали стрельбы, сами своих стрелять, насколько я знаю. Там у нас все боялись выходить на улицу, ходили с автоматом вооруженные, угрожали, всем били, я сам видел, как били они. Сажали в машину, в подвал сажали, просто так. Пьяный идет солдат по улице, возьмите буржуйку волонтерскую, берцы купите или тушенку по мелочи купите. Все такое, что им, короче, они продают. Продавали это все там у нас. Угрожали оружием сколько раз. Я, к примеру, иду, мне пустой муха идет, угрожает, пьяный в одних трусах, говорит, сейчас тебя застрелю. Видя все это происходящее на моих глазах, меня такая жизнь не устраивает с таким правительством. И поэтому я уехал в территорию Российской Федерации. В 2016 году весной я приехал домой, и ко мне пришло трое военнослужащих. Прямо во двор ворвались с участковым. Начали мне говорить, собирай вещи, ты идешь служить в армию. Я, естественно, говорю, я не хочу в армию, ранее я не служил, вообще без понятия, что там делать будем. Ну, они с угрозами начали мне говорить, сейчас там повесим на тебя все, кражи это все, значит, пойдешь в тюрьму. Я говорю, да, сажайте, ну как не хотел, все равно идти. С применением физической силы посадили меня к ним в машину, где отвезли в город Старобельск военкомат. Также там с применением физической силы меня заставили подписать контракт. После чего меня направили в город Башкировка Харьковской области. А там, я же говорю, я попал, я на 92-я бригада. Не то, что в армию, я не знаю, взброд какой-то попал, и все, алкоголиком. Часть привезли, и все, вот твой, твоя палатка делает, ну, занимайся чем хочешь. За то время, сколько я там был у нас, я не знал, кто у нас даже этот командир роты, ни разу построения не было. Один БТГР какой-то там ржавый ездил, вертолеты, и все, больше ничего там не было. Там все грязные, ходят порванные, пьяные постоянно. Вот там, ну, это я могу сказать, то, что я видел на свои глаза. Ну, и зарплату, естественно, там, в 92-й бригаде я не получал. И вообще я решил сбежать, потому что, ну, не согласен с украинской властью. Я вообще не понимаю, для чего эта война, и я не готов воевать против своего народа, тем более. Дальше, как я сбежал, я попал, наверное, на территорию Российской Федерации. Из Российской Федерации я прибыл в Луганскую Народную Республику для дальнейшего трудоустройства. Продолжение следует...